Всем привет! Вы на канале Maros Live и в сегодняшнем выпуске будем говорить о рабочей карте. Будем говорить не об открытии рабочей карты, а вот такой теме, как закрытие, ликвидация рабочей карты. В нашем опыте это, честно, первая такая ситуация. Мы даже не думали о таком, что может быть закрываться эта карточка. Как ее закрывать и что с ней делать вообще в дальнейшем. Со мной рядом сидит мой друг и наш подписчик нашего канала Денис, который здесь проработал тоже длительное время в Чехии и вот несмотря на то, что он здесь как бы себя хорошо чувствует пришлось по семейным обстоятельствам ему вернуться в Украину и на собственном опыте он сегодня нам и вам расскажет как нужно правильно срушить эту карточку чтобы не было у вас потом никаких проблем. Поэтому подписываемся на наш канал, ставим лайкосики этому видео и на другие наши видосики. Обязательно пишите свое мнение об этом видео и других, может какие-то там есть ваши вариации, либо ваш опыт делитесь, это очень интересно будет почитать, но и поделиться этим видео уже своими друзьями, товарищами чтобы знали, как действовать в данном случае. Денис, тебе слово расскажи, пожалуйста, в реальности как у тебя было так сказать, с каких действий начиналось первое срушение этой карты, ликвидация, потому что для нас честно, эта новость только написана на сайте Министерства внутренних дел то есть как в реальности это работает и действует я честно не знаю, поэтому пожалуйста тебе слово, как реально это работает. Всем привет ну прежде всего что делал я, скажем так это позвонил в магистрат того района, где допустим к которому я отношусь и начинал выяснять, что мне нужно сделать для того, чтобы тут это называется срушить карту отменить свою карту двухгодового поводу мне объяснили там определенные моменты и сказали, что обязательно надо приехать то есть есть моменты те, что надо на некоторые дни обязательно записаться а на некоторые нет я попал в такой день, что мне не надо было записываться прием был свободный я поехал на следующий день туда там выбрал третьи земли в обязательном порядке как наша страна относится к третьим землям и ждал в обязательном порядке в магистрат по приему надо ровушки маски в связи с тем, что сейчас такая тяжелая эпидемиологическая ситуация в обязательном то есть несмотря, что по всей Чехии можно ходить там в обязательном порядке надо ровушку взял с собой паспорт взял с собой карту вот пришел, выбрал, подождал меня вызвали стоял антисанитария все, руки помыл и только после... кстати, сейчас я перебью очередь большая, реально победят? ну, при мне было человек 15 вот так вот, скажем так в нашем районе и это набралось при том условии, что я приехал ближе к 8 магистрат с 8 работал короче ну, вот так вот как-то то в людей есть и потихоньку подходили вот пришел сел объяснил, что мне надо ел сделать немножко по-другому заставить карту называется ну это типа приостановить получается действие карты мне сказали взяли паспорт построили сказали, что мою карточку по такому режиму которому я работаю это сделать нельзя можно только срушить но я сказал окей что мне нужно сделать для того, чтобы срушить карту они мне сказали что выдали вот такую вот бумагу жадость это заявление по-другому здесь написано вот ставится галочка отрушение долго-долго побыток там, в которой указывается потом дальнейшее как понимаю имя, фамилия да там фамилия, причина типа где прописан подписываешь что делается при возврате то есть никаких поездных виз ничего нету карточку выезжаешь на Украину и с Украины уже с этой жадостью с карточкой отсылаешь сюда на магистрат на тот магистрат к которому вы относитесь по району то есть у нас там у нас свой и она отменяется я говорю типа почему так спросил типа это обязательно они сказали что потом может быть плохо как мы уже потом общались просто мы обязуемся здесь платить налоги здраводку и освобождаемся мы как бы по сути на два месяца а потом если больше не платить потом может быть какие-то пеня штрафы либо что-то в этом роде и то есть ты сидишь дома на Украине с этой картой а тебе приходит так как адрес твой же есть может прийти такое определенное письмо счастья такие неприятные моменты там может быть немного может быть много но все относительно вы же понимаете если вы знаете что вы не вернетесь то лучше сделать так тем более это официальный орган который предупреждает о том что нужно сделать и как это сделать то есть если вы хотите конечно на свой страх и риск попробовать рискнуть и не сделать официальное изрушение то есть ликвидацию этой карты ну пожалуйста конечно делайте это ваше право мы делимся опытом здесь реальным который буквально на днях так произошел поэтому тут ничего нету скажем так как сказали это на всталый побуд да его можно его 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 можно приостанавливать вот а вот такие карты как у нас то есть по режиму Украины полифициальный работник эти карты не признавляются только срушение только полностью ликвидация вот так окей Дэн еще поделись пожалуйста таким моментом потому что есть тоже моменты при окончании долгосрочного пребывания в Чехии либо ВНЖ есть еще какие-то дополнительные документы которые нужно опять же приостановить действия например на платежных каких-то карточек либо еще каких-то документов которые имеются при себе здесь уже в Чехии так как мы работаем в основном большая часть работает официально то есть мы все получаем зарплату чистую чистая зарплата у них вся выплачивается официальная зарплата на карточке банков то есть ты имеешь ввиду сейчас на розыске говоришь о прямом работодателе да в прямом работодателе так как мы работаем на прямом работодателе карты то есть я здесь открывал счет в зарубежном банке на украинский счет деньги не шли они не имели права этого делать поэтому счет в чешском банке и сразу когда я вообще карточку эту получал у меня представительница банка хорошо что она была русскоговорящая она сразу объяснила что если будете закрывать в обязательном порядке надо закрыть отсюда то есть с Украины я этого сделать мы не можем потому что такого опыта как в Польше в польские карты определенные банки то мы тоже знаем что можно в чешске нет только отсюда то есть это нюансы что сказали в обязательном порядке до 200 крон где-то должно остаться на счете при подписании документов закрытие счета идет происходит в течение 30 дней все закрыть надо здесь все деньги снять там не знаю перевести там уже ну да то есть если там у кого последняя зарплата то там уже можно либо опять же договориться с друзьями там перевести либо на фирме это решается на фирме куда но опять же допустим в нашем случае фирма мне сказала что она Украину деньги не отсылает то есть на чешский только что европейский наверное тоже такой ребят важный момент потому что тоже многие задавали вопросы как это реальности сделать то есть договаривайтесь у кого есть там же знакомые друзья коллеги банковский счет чешский и там уже если вы допустим не дай бог конечно срушиваете себе рабочую карту либо закрываете счет и уезжаете там в Украину Казахстан Белоруссии другие там страны то нужно опять же перевести эти деньги на чешский счет а остальное уже потом просто срушить и ликвидировать потому что вспомнил просто они объясняли что обслуживание счета идет бесплатно при условии что там если в месяц заходят там 10 тысяч крон в зависимости от банков в моем банке в котором я слушаю и сказали минимум 10 тысяч крон а так если не заходят оно начинается платным то есть снимает какую-то определенную денежку потом если что пеня ну и опять же может привести к каким-то определенным моментам с бонусом который вообще неинтересный поэтому это тоже надо закрывать окей Денис тебе спасибо большое за такую подробную информацию за твой личный опыт потому что это сейчас тяжело на самом деле узнать и как-то прочитать просто это одно и как бы поделиться уже собственным опытом это другое я тебе желаю и наш канал желаю тебе реализации дома своих поставленных целей в Украине чтобы все было на высшем уровне не расстраиваться потому что это еще неизвестно куда же повернется в следующий так сказать момент следующие года вот я так понимаю тоже еще в этом моменте дополнение такое если опять же захочешь открыть рабочую карту то нужно проходить опять путь повторно все точно так же как открываешь эту карту если опять заходит обстоятельства допустим точно так же как мы делали Львов и погнали то есть все с нуля поэтому такая вот система ребят думайте миллион раз прежде чем просто так допустим взрушивать карту либо конечно же есть какие-то причины это уже дело случая дело каждого решать в любом случае и вам тебе спасибо большое спасибо тебе а вы ребята подписываемся на канал не забывайте ставим лайкосики ну и до следующих выпусках всем удачи всем пока пока не забывайте